Всем привет, друзья! С вами Андрей. Это канал Футбол. Это жизнь и это продолжение нашей карьеры за канал. Сегодня, скорее всего, это предпоследний выпуск. Сегодня у нас апрель третьего сезона. И быстренько пробежимся по матчам, которые нам сегодня отыгрывать. Матч против Уэстхэма. Дальше у нас противостояние двухматчевое пойдет с Атлетик Мадридом в Лиге Чемпионов. Между ними мы сыграем такой матч. Не знаю, как вообще будет он сыгран против Астон Виллы. Может быть, действительно, даже Кривохарченко туда на этот матч я выпущу. Тоттенхэм, Эвертон, Ливерпуль, Челси. Вот это очень серьезные соперники в конце. Причем трое из них в английской премьер-лиге. Турнир, в котором нам вообще нельзя терять очки. Надеяться на то, что Манчестер-Сити быстрее их потеряет. Но также Ливерпуль. Один матч, как мы увидели, в Кубке Англии. Будет сыгран полуфинал. То есть, как это не Кубок Араба, двухматчевое противостояние. Здесь один матч. Так что я бы с вами сейчас быстро обсудил, какие составы я буду выпускать с Уэстхэмом. Второй с Атлетико. Я, скорее всего, в двух матчах буду выпускать первый состав. С Останвилой второй. С Тоттенхэмом я постараюсь успеть, чтобы за четыре дня футболисты отдохнули. Выпущу снова первый состав. С Эвертоном придется вторым. И вот два последних матча против Ливерпуля в Кубке и против Челси в АПЛ. Я сыграю первым составом. Надеюсь, у меня все получится. Игроки будут в нужных формах. Никто там травму не получит. Посмотрим. Итак, мы будем биться до конца. В прошлом сезоне мы заняли пятую строчку. Сейчас мы в конце, получается, третьего сезона идем уже на второй. То есть мы уже боремся прям за чемпионство. Мы точно боремся. И, скорее всего, мы получим уже какие-нибудь медали. Хотя сейчас третья строчка, шесть очков. Ну, даже вот четвертую можно смотреть с ней. Восемь очков у нас Лидерсона четвертой строчкой. Поэтому все равно мы можем еще очень глубоко там упасть. Десять очков у нас отставания до пятой строчки. Точнее, Лидерсона десять очков. Вот. И двадцать два очка просто невероятное отставание до Арсенала. Вот. Мы попали в топ-4 в прошлом сезоне. Об этом мы боремся за чемпионство. Можно так прям говорить. Так, у нас вот Миранчук 83. Как вы видите. Я даже не знаю, как их вообще сейчас поменять. Потому что кто-то уставший. Давайте, ну, придется так, как я и обещал. Опа. Тут и у меня уже рейтинг 84, кстати. Давайте сразу еще кого-нибудь глянем здесь. Так, ну, долго мне это понятно. Ну, все, значит. В первом составе появляюсь я. В первом составе появляется Максим Мельников. Хотя у Сереги тоже 84. Но Максим прям именно атакует еще очень хороший игрок. Поэтому в первый состав мы залетаем. Вот. Ну, а во второй теперь вот попадают у нас Жарад Делфео. И, конечно, я мог сейчас Михаила Меломеда еще поставить. Но выходит Антон Миранчук. Так, у нас есть, если что, в составе Миша Меломед. Так что он может, если что, Миранчука подменить. Потому что вот не участвует Миша ни в первом, ни во втором составе. Мы его в аренду вообще пытаемся сдать. Вот. Но он у нас и в Лиге Чемпионов выходил, подменил нас отлично. Поэтому вот таким составом, надеюсь, постараемся через правый фланг, если что, действовать. Чтобы не через Делфео. Уже очень он там. Ну, предыдущий матч он же все-таки тоже играл вместе с Миранчуком. Поэтому ясно на стадионе Лондон Стадиум. Поехали. Итак, у нас это последний матч перед Лигой Чемпионов Четвертифиналом с Атлетиком Мадридом. Поэтому сегодня мы должны показать себя в лучшей красе. Сегодня у нас Антон Миранчук и Жарар Де Лафео дебютируют, можно так сказать, во втором составе. Вот. Ну, это уже замечательно, потому что Антон Миранчук и Жарар Де Лафео – это реальные футболисты. И это уже меня радует более-менее, что наши игроки, которых мы именно создавали, участники нашего, прям, так сказать, канала, они обгоняют по рейтингу реальных футболистов. Это уже радует. Поэтому делаем успехи. Так что я буду пытаться, естественно, за вот этот сезон выиграть сейчас еще Лигу Чемпионов. Будем, конечно, стараться. Айвазян попадает в перекладе. Но сейчас надо вверх, главное, выиграть. И Миранчук! Отлично! 38-я минута. Престон выходит вперед. Выездной гол Антона Миранчука. В дебюте за второй состав. И отлично. Сейчас Айвазян, конечно, тоже мог забивать, но попадает он в перекладе. Но Голева и его с головы сбросил здесь. Хорошо, что получилось еще, конечно, верх выиграть. Ну и на Миранчука и тот уже пушкой вколачивает свой четвертый гол в премьер-лиге. Ну и Скворцова здесь сбивают, так что это пенальти. Очень хорошая сейчас у нас, хорошая возможность забить с 11-метровой. Ну и будет у нас пробивать лучший пенальти из нашего состава здесь. Это Матвей. 8-7 у него пенальти. Он все-таки, ну, маленький вратарь, поэтому вы понимаете, что мы делаем сейчас. Давайте просто уже ударю. Да, и Матвей забивает в самую девятку. Не стал я паненкой пробивать, но в девятку я забил. Отлично. 81-я минута. Матвей забивает. С пенальти очередной его гол. Ну просто он... Не знаю, почему именно у него так хорошо прокачались пенальти. Но так получилось, что он у нас лучший пенальти из второго состава. И очень хороший, плотный гол. Пятый в премьер-лиге. И забивает Матвей. И очень хорошо сейчас Матвей на Мишу отдает. Ой-ой-ой, Миша пытался перебросить, конечно, но... Мяч полечал намного выше ворот. Даже в створ не попал. Миша отдает передачу на Матвея. И Матвей забивает дубль на последних минутах. 88-я минута. Мы громим Уэстхэм 3-0. И вот она голевая передача от Миши Миламеда. Нашла эта передача Матвея. И тот отлично. От штанги забивает. Очень хороший сейчас момент. Здесь показали. Очень провалилась здесь оборона. И Матвей хорошо отыграл. Здесь на ложном ушел. И правый пробил в дальний угол. Тоже здесь немножко попытался он раскачать вратаря. Угол открытый был хороший. Но были шансы достать, но нет. Матвей забивает 6-й гол. Дубль на последних минутах у него получается забить. Разгромная победа Прессона над Уэстхэмом на выезде. Дубль забил Матвей. Один гол забил Антон Миранчук. Поздравляем Прессона с победой. Лучший игрок Матвей. 9-4 у него оценка. Конкуренция-то здоровая. Мы скажем про Козлова. Ну, Козлов сейчас будет. Надеюсь, все догружать ворота я на облако. И мы не проиграем 24 матча, друзья, подряд в АПЛ. Просто невероятные результаты. Шмельков, правда, ценит. Твоя игра вдохновляет. Матвей, скажем, что гордимся им. Но дубль все-таки парень-то забил. С этим тоже нужно поздравить. Так. Мы продолжаем качаться. Петраков, Скворцов здесь прокачались неплохо. Ну, вот Скворцова немножко до 81-го рейтинга не хватило. У Козлова, у меня 81-й, так что Скворцов максимум, что делает, это в скором времени сравняется. Вот. Так. Кривохарченко с нами хочет поговорить. Тренеры чувствуют, что растут. Так. Скоро вернемся к этому вопросу. Куда Кривохарченко собирается? Насчет зарплаты. Это вообще странно сейчас что-то обсуждать. Как я ему могу поменять зарплату, если он уходит уже из клуба. Вот именно. Так что я никак не смогу это ничто сделать. Что насчет там Буренкова? Я могу ли его убрать? Нет. Все так же. Не могу никак. Ладно. Быстренько еще пробежимся по некоторым игрокам. Так. У Миши Миломеда в списке аренды он стоит. Причем не играя, он плюс 3 уже за сезон сделал к рейтингу. Тоже хороший результат. Сейчас у нас будет играть первый состав. Все-таки Лига Чемпионов. Так. Расслабляться лучше, скажем, нам нельзя. Вот так будем отвечать. Потому что я не знаю, как нам сейчас получится сыграть против Атлетика. Все-таки уровень абсолютно разный у Атлетика и у ПСЖ. Поэтому вы знаете, причем еще игра. Надо постараться забить. Первый, тем более. Пасмур на стадионе Ванда Метрополитана. Поехали. Ну что же. Разминаются игроки Атлетика Мадрида. Мне кажется, Атлетика, если доходит уже до четвертьфинала Лиги Чемпионов, остается 8 команд, то они обязательно главные фавориты на победу. Но здесь на пути стал им клуб, который 3 сезона назад играл в Чемпионшипе во втором сезоне. Пробился в АПЛ и выиграл Лигу Европы. Ну и, как вы понимаете, в третьем сезоне они уже выступают в Лиге Чемпионов и доходят до четвертьфинала, выбив в 1-8 Монако. Ну и на группе дважды обыграв ПСЖ. Просто невероятно. Ну что же. Матч Атлетика Мадрид против Престона. Четвертьфинал Лиги Чемпионов. Поехали. Отлично, зобни. И вот, все. Жо Феликс получает мяч и первый же их момент он забивает. 1-0. Атлетика Мадрид выходит вперед в нашем противостоянии на 19-й минуте уже. И Головин забивает и сравнивает счет 25-я минута. Снова этот удар в ближний угол. И он заходит, и это отлично. И это 1-1. Но это хорошо. Нам сейчас главное забивать побольше им на выезде. Выездные голы нам будут очень важны в следующем матче. Козлов. Отлично, дает на Головина. Головин. Насара. И Сар делает счет 2-1. Прямо перед самым перерывом мы выходим все-таки вперед. Это отлично. Друзья, ну если я уже могу вести сейчас в счете Атлетика, то здесь все чисто от меня зависит. Смогу ли я пройти в полфинала? Только так. Итак, целых 7 добавленных минут у нас получилось доиграть. Престон выигрывает на выезде минимальным. Но два мяча нам удалось забить этой команде на выезде. Два мяча выездных мы записываем к себе в копилочку. 9-4 оценка у Головина. Ну что же, у нас домашняя игра сейчас против Астон Виллы. Матч перед Атлетиком Андридом. Атлетной игрой. Поэтому сейчас, естественно, я выпускаю второй состав. И, не знаю, будет ли это прям такой риск. Но выпущу еще и Сергея Кривохарченко на позицию вратаря. Посмотрим, посмотрим. Я обещал в некоторых его в редких случаях выпускать. Может быть сейчас посмотрим все-таки, как сыграет. Дождь на стадионе. Поехали. Что же, домашний у нас сегодня матч. Два подряд будет. Но сейчас прям очень такая погода. Ненастная для футбола. Дождь проливной. Матч против Астон Виллы. Мы играем вторым составом перед матчем с Атлетиком. Мадридом. С которым мы будем играть тоже на домашнем стадионе. Так что для нас это прям как тренировочный такой товарищеский матч, можно сказать. Поехали. И Скворцов забивает очень быстро сейчас гол. Прямо для меня, мне кажется, быстро именно атака была сейчас. 23 минута. Счет 1-0. Скворцов забивает. Очень хорошо прям этот мяч прошел сквозь защитников. Скворцов тоже просочился мимо них. Ну и получилось у него хороший поставленный удар. Сделать и забить. Левой ногой причем. 17-й гол Скворцова в английской премьер-лиге. И Матвей забивает. Вот я сейчас просто до последнего молчал. И хорошо, что ни слова не сказал, не сглазил, так сказать. Матвей забивает. Парашютик очень хороший прям сейчас получился. Матвей забивает третий свой мяч за сегодняшний выпуск. Вот. 2 забил Уэстхэму. 1 сейчас остановили. Очень хороший прям такой классный гол получился. И забивает седьмой гол в премьер-лиге. И все. Уверенная победа Прессмана с остановилой. Для Кривохарченко это матч сухую, напоминаю. Поздравляем его с этим. Но больше, я не знаю, там таких вроде матчей не должно выдастся. Где мы могли бы прям его выпустить. Но с остановилой было понятно, что мы можем обыграть их. Мы их обыграли. Мы могли сейчас 3-0 выигрывать. Но. Счет на табло. И я считаю этот счет по игре. 25 матчей мы не проигрываем. Заслуга игроков. Мы всегда готовы к худшему. Будем так говорить. Ну и сейчас у нас Лига Чемпионов. 2 еще сообщения нам приходят. Максим Мельников жалуется. Мне нужно чаще играть. Айвазян. Благодарить за то, что выпускаем его. Ну что же. Очередная тренировка. Нырки удобны. 94. Неплохо уже. Побомбардировал сейчас. Головин 9 мячей забил. Очень хороший результат. Так. Ну и вот он наш. Так. Сега ночи. Да. Вот он. Наш состав. Причем они. Там меньше недели у них получат. Да. Вот их был. Да. 6 дней. И они прям, так сказать, не в полном даже кондиции сейчас. Многие не полностью отдохнули. Ну что же. Провели мы быстро пресс-конференцию. Ну и сейчас у нас домашняя игра против Атлетика Мадрида. 2-1 мы их победили на выезде. Сейчас даже если забьет нам Атлетика один мяч, то они все равно будут проиграть. Им в любом случае нужно забивать два. Там будет зависеть от того, получится ли у нас забить. Пас мы на стадионе. Поехали. Итак, разминается у нас Александр Головин как луч бомбардиры Лиги Чемпионов этого сезона. Что же удивительно. Все-таки полузащитник, да еще есть такой слабой команды, как наша. Лига Чемпионов. Четвертьфинал. Первый. Четвертьфинал в истории на нашем домашнем стадионе. Поехали. Ну это штрафной. Это штрафной. Смину камеры даже можно. Так. Точно штрафный. Я бы себя поставил, потому что она у меня мощность прям очень хорошая. Поэтому посмотрим. И я забиваю. Я забиваю. Вот сейчас просто мне интересно. Мне сейчас это очень интересно. Сейчас глянем. По повторам. Ну не облако же руками занес, правильно? Но он хотя мог в штангу перевести. Сейчас мы отсюда тоже глянем. Интересно, конечно, забил ли я свой первый угол? Да. Я забиваю. Это мой первый угол в Лиге Чемпионов со штрафного в четвертьфинале. Классно. Вот этот момент. 3-1 мы ведем. Сейчас надо забивать два мяча Атлетика, чтобы сравнивать. Сравнивать хотя бы три, чтобы выходить точно вперед. И мы пропускаем. Вот такой гол пропускает Довбни. Просто чисто для себя он. Странный, конечно. На последней минуте сейчас это было пропустить. И все. Ничья 1-1. Но просто для Довбни. Это да. Матч не в сухую. Как-то с углового тупи он сейчас пропустил. Но мы проходим в полуфинал. Вот со счетом 3-2 заканчивается этот матч. Точнее это противостояние. Дальше проходит Барселона. Со счетом 3-0 она вынесла Мадерис Кириалу в двух матчах противостояния. Ну и вот тут, кстати, будет интересно. Тоттенхам, скорее всего, пройдет. А вот Сити Челс. Мне кажется, Сити должны проходить. Потому что они сейчас в АПЛ очень хорошо прям идут. Никому не проигрывают. Так, нужно сохранить форму для Буренкова. Ну, это футбол, скажем. Все. Сейчас, скорее всего, мы... Ну вот, до матча... Опа-опа-опа. Сити потерял очки. Сити потерял очки. Они сыграли в ничью. Я сейчас это увидел. С кем? С Эвертона они, что ли, серьезно, там потеряли очки? Или с кем они играли? С Арсеналом они даже... Шестая строчка. Арсенал, спасибо тебе большое. Я буду верить, что Сити еще потеряет очки. Главное нам сейчас не терять. Все. Скорее всего, изменение в расписании уже пошло. Поэтому мне уже страшно. Так что я чуть попозже. Давайте до матча. С Тоттенхамом дойдем. И там я уже посмотрим на нашего соперника. Боли ли нам предлагать с тренером сборной? Нет. Все. Десять с половиной миллионов нам добавили. Так сказать, к следующему сезону. Ну, это круто, что сейчас мы можем вам гонять Сити. Сити. Стоп. Еще раз. Серьезно? Они сейчас два... Они потеряли... Стоп. Сейчас вообще что-то... Они даже сейчас проиграли, что ли? Серьезно? Что с Сити-то я понять не могу. Манчестер Сити проиграл Челси. Все, друзья. Здесь мы обязаны братья. Сейчас надо выносить всех и становиться чемпионами Англии. В двух матчах потеряли Сити очки. Это супер. Это супер. Сейчас я зайду, посмотрю, кто нам попался в полуфинале Лиги Чемпионов. Так, я не посмотрел. Честно, буду вам говорить. Поэтому сейчас вместе с вами я узнаю. Тоттенхэм дальше проходит. Ну и Сити. Сити все-таки вложили по ходу силы в полуфинал Лиги Чемпионов. Поэтому Тоттенхэм, Сити, Прессон и Барселона. Одна английская команда. Сейчас... Ой, испанская здесь. Одна испанская команда с этой троицы. Английских клубов. Ну, я не знаю. Ради интереса мне, конечно, было бы хотелось сыграть сейчас с Барселоной. Вот. Потому что и Сити, и с Тоттенхэм мы бы в любом случае еще бы сыграли. Вот с Тоттенхэм как раз следующая у меня игра. Но Барселона это серьезный намного соперник, нежели чем Сити и Тоттенхэм. Поэтому давайте смотреть. Тоттенхэм. Для меня это отличный расклад. Мне кажется, в двух матчах мы точно способны пройти Тоттенхэм. Буду рад, если Сити вынесут Барселону. А я Сити, как вы знаете, выносил. Вот. Поэтому, ну, тоже это интересный матч. Гвардиола против своей бывшей команды. Что там по бомбардирам? Скворцов. 17 мячей. Шестая строчка. И надо еще ему 8 мячей забивать до Харри Кена. И когда все-таки эти матчи-то будут у нас с Тоттенхэмом? Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Он записывается сюда. Один матч. Поэтому первый. Второй. Первый. Второй. Наверное, все-таки. Здесь буду первый. Посмотрим. Я вообще сейчас не знаю. Ну, типа, получится. Ну, мне сейчас надо вложить силы свои в премьер-лигу. Вот. Потому что сейчас дала игра такой шанс. Надо им воспользоваться. Ну, что же. Сейчас у нас домашняя игра против Тоттенхэма. Это пятая строчка. У нас 10 очков лидерства над ними. Но сегодня нам нужна обязательно победа. Первым составом мы будем играть. Также будем готовиться именно против Тоттенхэма. Нам играть еще и в полуфинале Лиги Чемпионов. Вот он наш соперник на этой стадии. Облачь на стадионе. Поехали. Итак. Наш домашний стадион. Погода вроде как хорошая. Должна быть на матче. И сегодня, если мы побеждаем Тоттенхэм, то мы будем возглавлять первую строчку. Возглавлять турнирную таблицу Премьер Лиги. Матч осталось не так много. Но они очень интересные. Престон Тоттенхэм. Поехали. Ну нет. Ну это все. Ну это все. Это не Ча 0-0. Мы сейчас сравнялись с Манчестер Сити. Это будет очень сейчас обидно, конечно. Не знаю сейчас, кто будет выше. Скорее всего, они. Моментов вообще не создали. Но мы давили еле-еле. Но Пикфорд все тащил. Ну не проиграю. Ну надо было выигрывать сейчас. Естественно. Не понимаю, как с таким Тоттенхэмом будет играть в Лиге Чемпионов. Спасибо большое. Да, даже при том, что у нас равен 100 очков. Сити обгоняет. Шварцов 8 в первый рейтинг становится у него. Сейчас у нас игра против Эвертона. Вы знаем. Вот дальше Ливерпуль первым. Я вот здесь просто не понимаю, как я буду с Тоттенхэмом играть дальше. Ну ладно, посмотрим. Сейчас выезд в Ливерпуль. Вторым составом. Поехали. Ну что же, мы в Ливерпуле. Замечательный стадион Гудисон Парк. Поехали. Миранчук. И это 1-0. Я не буду сейчас это все смотреть. Мне это не суть важна. Мне надо главное сейчас отыграть хорошо в АПЛ концовку. Надеяться на то, что Сити еще с кем-нибудь может быть потеряет очки. Стараться забивать намного больше, чтобы по разнице мячей выходить дальше. И стараться сейчас с Тоттенхэмом в двухматчевом противостоянии в Лиге Чемпионов пройти. Потому что мы вроде два матча на ноль с ними сыграли. То есть это без голов матчи. Поэтому вообще не знаю, что от них ожидать. Айвазян хорошо. И этот переброс залетает. Отлично. 40-я минута Айвазян забивает. Очень мне нравятся вот эти вот голы паненками, когда, ну, парашютиками, паненки, так и все только спинальти. Ну, вот эти вот удары парашютиками отлично перебрасывают вратаря. И классная просто игра сейчас от Сереги была. Он потихоньку и вывел на себя вратаря. Ну и очень долго он прям летел. От штанги еще и забивает. Мишин отдает на Скворцова. И забивает Антон Миранчук. 3-0 мы к перерыву уже делаем. И супер. Просто супер. Отличный момент у нас получается реализовывать. Все. Заканчивается у нас. Первый тайм. 3-0 мы выносим. Не посмотрел, как Сити там сейчас играют. Но нам надо дальше-дальше продолжать. Антон пока что дубль. И Мишин еще забивает. 52-я и 4-0. Я не знаю. Может быть сейчас по разнице мячей мы сможем как-то. Если нам хорошо еще здесь Эвертон попал, что мы даже вторым составом много им закидываем. Потому что во втором сезоне, как только мы пришли в АПЛ, мы и обыгрывали их разгромно в чемпионате дважды. Выиграли в финале Кубка Англии тоже их 3-0 вроде. Поэтому с Эвертоном у нас прям очень хорошие отношения. Чисто для меня, наверное, больше. Так, вот здесь пенальти Петраков нарушает. 82-я минута. Нам разницу он сейчас может подпортить, конечно. Ладно, посмотрим. Долг меня потащил. Отлично. Слава Богу. Все. Разгромная победа. Прессона надо Эвертоном на выезде 4-0. Молодцы, ребята. Получилось у нас насухо еще и отыграть. Нам это сейчас для разницы, наверное, будет очень важно. Ну и Миранчук лучший игрок матча. 9-5 у него оценка. Сити 2-0 выносит Кристал Пелос. Плюс 2 пока что на данный момент по матчам между так. Но все равно надо смотреть сейчас. Так, давайте мы зайдем и посмотрим сейчас разницу забитых пропущенных мячей. Что между нами с Сити сейчас происходит. Ну да. Это вообще нереально, мне кажется. 10 мячей, друзья. 10 мячей. У них лидерство над нами еще. Так что. Сами виноваты, что не смогли мы обыграть Тоттенхэм. Но сейчас посмотрим. Еще молодняк вот у нас приходит. Одного пока что нашли. Все. Только один игрок. Так. Сейчас у нас игра против Ливерпуля. Полуфинал Кубка Англии. Ротация очень важна, скажем. Вот. Я бы сейчас без проблем сыграл бы вторым составом. Потому что мы двукратные обладатели Кубка Англии. Поэтому мне терять нечего. Даже если я проиграю этот турнир. Я его и так уже дважды выиграл. Причем из чемпионшипа и сезон в АПЛ, когда я проводил. Но сейчас у меня абсолютно другие личные задачи. Поэтому я сыграю вторым составом. Надеюсь получится что-нибудь показать. И все. Полфинал. Играем мы на Уэмбли. Против Ливерпуля. Вторым составом. Потому что я ничем не рискую. Мне Кубок Англии лично уже не нужен. Потому что я двукратный его обладатель. Поэтому мне важнее сейчас премьер-лигу и лигу чемпионов играть. Поэтому я на этом буду делать акцент. Посмотрим как мы отыграем. Поехали. И Мишин забивает без офсайд на 41-ая минута. Просто на владении мячом. На вот этой позиционной атаке мы смогли найти лазейку в обороне Ливерпуля. Увидел я ее заранее. Думал сейчас даже не пройдет. Потому что первый пас вообще не туда пошел. Но неплохо. Матвеев первым же касанием пробивает. И мы выходим вперед. Давайте выпущу Мишу Миломедов. Хотя его даже сейчас не выпустили. Все, друзья. Даже вторым составом мы минимально смогли обыграть в основное время Ливерпуль. Мы выходим в финал Кубка Англии. Для нас это плюс еще один матч. Мы близки к трэблу. На самом-то деле я думал, что мы выйдем и сесть над Ливерпуля. Сейчас все-таки вторым составом играли. Но получилось. Тоттенхэм играет в ничью. Он с Ньюкаслом в основное время. Так что будут сейчас они через допы решать. Я надеюсь, что получится у Ньюкасла дожать, чтобы нам был полегче. Вот финал. Нет, Тоттенхэм побеждает по пенальти. 4-3. Ну, вот такие, значит, результаты. С Тоттенхэм нам придется сейчас как минимум еще 3 игры играть. Но это все вроде, это максимум. Так, ну и теперь посмотрим. Призов фонд нам дали 2 миллиона. Ну и теперь игра у нас в Лиге Чемпионов в полуфинале. Так, кого у нас здесь не хватает? У нас здесь Петрокова вроде не хватает. Куда-то он ушел так. Давайте тогда Трущикина покачаем у него. 79 рейтинг. Ну, буквально одна еще тренировка для Трущикина и будет 80 рейтинг. Вот. Головину лучше бомбардир. 9 у него забитых мячей. Ну, будем играть первым составом против Тоттенхэма. Вторым получается. Я не знаю как, но мы будем пытаться дожимать Челси. Просто вот не знаю. Это будет очень опасно. Тем более сейчас Челси же обыграли Манчестер Сити. Вот, 2-1 вроде. Посмотрим, как мы с ними сыграем. Далфейл сможет прыгать? Он не забивает, серьезно. Он знает, что нужно делать. Вот так вот. Быстренько понаотвечали. Ну и теперь игра у нас против Тоттенхэма. Играем причем на выезде. С Атлетикой нам помогло. То, что мы играли первый матч на выезде. Ну что же. Играем мы в гостевой форме. Ясно на стадионе Тоттенхэм Ходспортстадиум. Поехали. Ну что же. Разминаются игроки Тоттенхэма. Я не знаю, действительно, как против них играть. В чемпионате в этом сезоне мы сыграли 2 матча по 0-0. В кубке нам еще играть с ними в финале. Еще и встретились в полуфинале Лиги Чемпионов. Соперник вообще непредсказуемый. Мы создавали много моментов. Но Пикфорд просто нереально тащил. Посмотрим, как мы сегодня отыграем. Тоттенхэм Престон. Поехали. Хороший момент. Мельников. И Мельников забивает отлично. 1-0. 24-я минута. Наш первый гол. Ворота Тоттенхэма вообще в этом сезоне в целом. Я не помню, мы встречались либо с ним в Кубке Карабао. Вроде нет. Но отлично. Пикфорд не смог коронный удар Максима в ближний угол потащить. Поэтому Максим забивает вроде свой третий мяч в Лиге Чемпионов. И отлично. Мы уже впереди. И будем ожидать, что все-таки... Ну, для меня все-таки лучше, наверное, будет, что в финале Лиги Чемпионов мы сыграем против Сити, а нежели чем против Барсы. Хотя и Барсу мы тоже обыгрывали. Правда, там вот дополнительное время. Мельников. И Сар забивает второй. Отлично. 38-я минута. 2-0. Ну, все, друзья. Скорее всего, я не буду сейчас многословным. Но мы, может быть, сейчас попадем именно в финал Лиги Чемпионов. Но два мяча отлично. За 14 минут у нас получилось забить тут двушку. Поэтому очень хороший на самом деле матч. Сейчас мы выдаем. Еще бы сейчас бы Сити бы кому-нибудь бы в Лиги проиграли, либо бы в ничью сыграли. Зобнин. Ну, а Зобнин делает что-то 3-0. И мы к перерыву громим Тоттенхэм. Поэтому все. Теперь уже точно я говорю, мы в финале, друзья. Поздравляю всех с выходом. В сенсационном, за два сезона в высшем дивизионе мы попали в финал Лиги Чемпионов. Но, а так, три сезона мы вместе с командой добились нужного нам результата. И вот он момент. Мельников забивает все-таки. Мельников забивает сегодня дубль. 4-0 мы громим Тоттенхэм в Лиге Чемпионов в полуфинале. Так что домой мы приедем с высоко поднятой головой. И я, наверное, все-таки даже буду играть дома вторым составом. Ну, потому что здесь мы уже добились очень хорошего результата. Миранчук очень хорошо сейчас. Отдает передачу на Сара. И Сар забивает в полуфинале Лиги Чемпионов. Это 5-0. 83-я минута. Дубль Сара, дубль Мельникова. Дубль Мельникова и гол Зобнина. И все, друзья. Разгромная победа Пресмана Тоттенхэмом в полуфинале Лиги Чемпионов 5-0. Поэтому мы точно уже в финале. Мне кажется, сейчас будем уже смотреть, кто там. Либо Барса, либо Сити выйдут на нас. И пока что... Ну, не показывают даже. Значит, другой день у нас. Полуфинал. Барселона, Манчестер Сити. Ну что же, приходит нам одно сообщение. Мельников говорит спасибо, что вернули в состав. Но я никуда его и не убирал. Ну и все. Сейчас у нас будет последняя игра в выпуске. Сити выигрывали свою игру. Поэтому нам сегодня обязательно надо выигрывать Челси. Первым составом. Вот он, на ваших экранах. Будем мы играть. Потому что я сказал, что вторым мы будем начать теперь играть против Тоттенхэма. Ну что же, я сейчас все-таки хочу посмотреть на матчи будущие наши, на будущие матчи Сити. Они сыграли свою игру. Разгромили Вест Хэм 3-0. Дальше у них игра против Астон Виллы. Легкий соперник у нас Челси. Все, в апреле заканчиваем. Сити, Манчестер, Юнайтед могут потерять, кстати, очки. У нас вроде нету таких там серьезных соперников. Ньюкасл у нас, они чуть ниже даже, чем Манчестер, Юнайтед. Дальше у нас Сон, Гэмптон. Вообще непонятно, где они. Сити будут играть с... Я даже их не увидел, что ли. Ливерпуль. Мы против Уолверхэмптона. То есть Сити, Манчестер, Юнайтед, извиняюсь, и Ливерпуль. Остановило еще. Поэтому я надеюсь, что у Сити получится потерять очки. Мы надеемся, у нас получится их сохранить. Ну это просто для нас это шанс, что они Ливерпулю, либо Юнайтеду потеряют. Хотя бы нам в ничью, хотя бы нам в ничью бы они бы сыграли. И все. Ливи на стадионе нашим домашним. Мы играем против Челси. Поехали. Итак. АПЛ. Мы играем сейчас против Челси. С Челси мы последний раз встречались вроде как в лиге. Нам написали, что мы их в два мяча обыграли. Но я помню, последний раз мы уж точно с ними предпоследний, значит, раз встречались. В финале Лиги Европы, тогда мы их вынесли со счетом на 2-0 вроде. Вот. Поэтому Престон, Челси, АПЛ. Поехали. Мы увидели с вами по календарю, что у Сити намного труднее концовка сезона. У них дерби против Манчестера. Матч с Ливерпулем еще. И Вернер сразу же в желтую, наверное, получит. Да. Сразу же на первых минутах желтая карточка для Тима Вернера. И забивает Козлов. Отлично. Седьмая минута. Очень плохо сейчас сыграла оборона у Челси. И мы выходим вперед. Супер момент. Ну вот здесь. Ну что это было вообще? Непонятно. И Кепа сам не смог отбить этот удар. Десятый гол Козлова в премьер-лиге. И вот хороший заброс на Головина. И Головин сбрасывает на меня. Просто я сейчас подбегу к нему. Ну Головин, давай, все. Очень сейчас классно. Момент был очень похож в финале Лиги Европы. Практически так же. Один на один выходил Головин. Но сейчас я увидел себя одного. Вообще я забыл, что я в этом матче играл. Я просто увидел одного игрока. А тут получилось, что это еще и я. Идут по пустым воротам с левой нерабочей ноги. Я забил ворота Челси. Удваиваю преимущество. Забиваю свой третий гол в премьер-лиге. И отлично все. Ну и все. У этого состава очень хорошие сейчас. Два матча сложились. 5-0. Выиграли. Так, спокойно. Канты какой. Забивает. Что? Ладно, забили. Но. Куда сейчас? Это вы видели этот баг? Что с мячом был? Ладно, Канты забил. Но. Куда? Куда мяч сейчас вылетел? Ладно, что 2-1. Мне это не суть так важна. Но просто мяч. Вот этот баги. Вот эти постоянные. Фифе. Уже конец. Фифы. А баги все я нахожу. Мельников. И. И Козлов. Отлично. 3-1. На всякий случай вдруг все-таки Челси захочет еще что-нибудь нам забить. Поэтому неплохо. И все, друзья. Классная, уверенная победа над Челси. 3-1. Очень хорошо получилось сыграть против них. Сейчас посмотрим, как Сити сыграли с Атанвиллой. 5-1. Ой, извиняюсь, не туда посмотрел. Сити 1-0. Так и победили Атанвиллу. Все. Ну, теперь будем надеяться, что Сити против Ливерпуля. Против Манчестер Юнайтед потеряет свои очки. Ну, нам надо сейчас в следующем уже выпуске обыгрывать Тоттенхэм и Нью-Кассел, Саундгемптон и Вуллорхэмптон. Все. На этом будет и на все. Ну, или, естественно, Тоттенхэм в финале Кубка Англии. Спасибо большое. Спасибо, Дорога. Все. На все вопросы мы ответили. И все. Первое число. Я на этом прям числе и завершаю. Валентия нам предлагает стать тренером. Причем я даже не подавал заявку. Вот это серьезно. Вы видели, что я никуда не заходил. Смотрим, что у нас здесь, кстати, по рейтингам. Неплохие, но 60 плюс тогда бы брал бы. Сейчас пока нет. Больше думаю о футболе Кривохарченко. Все. Давайте проведем тренировочку. И точно на этом сейчас закончим. Подведем итоги. Трущин, кстати, 80 рейтинг, как я сказал, он получит. Но вот он уже, скорее всего, в матче в каком-нибудь, хотя он у нас не играет, но получил этот рейтинг. Итак, сейчас вы, естественно, увидите. Хотя, может быть, и нет. Все. Сейчас видно всем. Манчестер-Сити идет на первой строчке. У нас 12 очков. Ой, это разница мячей теперь 12. Вот. Ну и 3 очка отставания до Сити. Но у нас матч в запасе. Я надеюсь, что действительно за эти 2 матча Сити хоть с кем-нибудь потеряет очки. Мы выиграли Суперкубок против Тоттенхэма. Это понятно. Финал у нас 21 мая будет против Тоттенхэма Кубка Англии. Кубок Арбамы выиграли здесь Ливерпуль, здесь президент-турнир, здесь Барселона 3-2. 5-0 мы вынесли Тоттенхэм, Барселона обыгрывает Сити 2-1. Так что будет тоже интересно посмотреть против Барса, сыграть финал. Что здесь у нас? Милан, Арсенал, Лейпциг и Бенфик. Вот этот прям интересный. Чемпионат мира там также начался. Ну и все матчи сейчас вам показывают. Тоттенхэм, Нью-Кассел, Сангемптон, Рухэмптон, Тоттенхэм. И вот здесь где-нибудь, наверное, будет запишется финал. Финал Лиги Чемпионов, если мы туда, конечно, попадем. Но это точно мы уже попадем. 5-0 вряд ли Тоттенхэм обыграет, отыграет это даже. Вот. Всем спасибо большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей, канал Футбол Аттажи. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok